Как излечиться от боли? Этим вопросом анестезиолог Сергей Гапанович задался несколько лет назад. На международном семинаре рассказывали о хронической боли как о самостоятельном заболевании и о том, как это лечить. Оказалось, не всегда лекарствами. Хроническая боль, когда она существует долго, она отстраняется от основного заболевания и становится самостоятельной. Ее нужно лечить по-особенному. Для этого нужен организованный командный подход. В спине, суставах, головные боли так организм сигнализирует о проблеме. Если болит постоянно, то проверять должен не только профильный доктор. И наблюдать. Наблюдать постоянно. Этим кабинеты боли и будут отличаться от поликлиник и больниц. Спина Инну Нахмедову начала беспокоить год назад. Рекомендации хирургов и травматологов не помогали. Боль на время уходила и возвращалась. Ситуация поменялась, когда пациентке начали помогать физиотерапевты и психологи. Болевой синдром стал меньше. Если раньше я постоянно его ощущала, и мне было не то, что не комфортно, мне было больно, сковано в движениях. А то сейчас мне уже хочется как бы бежать, летать. Но еще, наверное, рановато. Система лечения хронической боли строится на участии большого количества разных докторов. Там, где не работают методы физиотерапевтов, может помочь иглоукалывание. И иногда человеку с головной болью нужно не МРТ, а хороший специалист-ортопед. Донести такой нестандартный подход со слов авторов методики не всегда просто. Но начинание команды молодых врачей поддержали на самом высоком уровне. Президентский грант Сергей Гапанович получил год назад. Инвестировали в международные стажировки и новое оборудование. Если брать пример США, то только затраты на лечение боли в пределах клиник, они составляют порядка 300-400 миллиардов долларов. Приблизительно такая же сумма расходуется на сопровождение этих пациентов уже за пределами стационара. То есть этим самым подчеркивается актуальность этой проблемы во всем мире. Специализированный кабинет боли в областном центре – это лишь первый важный шаг. Чтобы как можно больше врачей узнали о методике, Сергей Гапанович с коллегами стремятся создать белорусское общество боли. Пока оно существует виртуально, в соцсетях. 300 медиков со всей страны делятся опытом и наблюдениями. Ведь боль терпеть, конечно, можно, но доктора не советуют. Елена Соловьева, Владимир Недобоев. Наши новости. Могилевская область.